Марине Боровиковой и её семье повезло в кавычках больше всех. Она живёт как раз в шестом подъезде, за стенкой неспокойной квартиры. Как говорит женщина, там постоянно играет громкая музыка, дерутся, а ещё доносятся стоны. Как-то по осени, наверное, месяца полтора там жили мужчины с женщиной, были драки, на площадке дрались. Мы полицию вызывали, полиция приехала, взяли объяснительную с нас. А через полчаса обратно их выпустили. Всё, они пришли, продолжали так же жить. Шестой подъезд особенный, так говорят местные жители. У людей уже нет сил терпеть ночные концерты, которые часто влекут за собой порчу общедомового имущества. Даже неоднократные обращения обичан к полицию и в администрацию города ситуацию не изменили. Выходит, как в порядке, за здрасте, мусор сюда выкидывают. Щиток вынесли. Там четыре щётчика, драка, щиток. Почтовый ящик нам сносили. Дверь посреди ночи долбились. Только вижу, идут, на улицу выходишь, идут с бутылками, с большими, с пивом зашли. Потом начинается виск и писк, и всё на свете. А это жилой дом. На каком основании в жилом доме делают эти гостиницы. Как жить спокойно? Местные жители этим вопросом задаются постоянно. Людям приходится бороться не только с борделем за стенкой. В этом же подъезде есть и ещё одна проблема. В одной из квартир, как говорят люди, готовят наркотическую смесь. Да так, что запах ацетона стоит на весь подъезд. Вентиляция никакая. Вот на кухню заходишь, я думаю, как я в дурмане хожу. Что такое, не знаю. А нанюхаешься это, а всё же в квартиру спускается вниз. И вот эти все пары, и ходишь как дурной. Такие шумные и гуляющие соседи сегодня есть практически в каждом многоквартирном доме. Только вот эффективных рычагов воздействия на них в нашей стране пока нет. Кристина Мелехова, Иван Зяблицкий. Будни.